18 сентября в Кашхабльском районе прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва, выборы депутатов Государственного Совета Хаса Республики Адыгея, выборы главы муниципального образования Майское сельское поселение. В список избирателей Кашхабльского района было внесено 22 779 избирателей. Приняло участие в выборах 18 058 избирателей, что составляет 79,27% от числа избирателей. По Адыгейскому одномандатному избирательному округу номер один было зарегистрировано 7 кандидатов. По Кашхабльскому району большинство голосов набрал кандидат Вячеслав Резник, набравший 12 416 голосов, что составляет 68,96% от числа избирателей, внесенных в список. По Федеральному избирательному округу по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва голоса избирателей распределились следующим образом. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 13 368 голосов, что составляет 74,03% от числа избирателей Кашхабльского района. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 1070 голосов, что составляет 5,93% избирателей. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 1501 голос, что составляет 8,31% избирателей. Политическая партия «Справедливая Россия» 932 голоса, что составляет 5,16% избирателей от числа избирателей Кашхабльского района. Выборы депутатов Государственного Совета Хаса Республики Адыгея по одномандатному избирательному округу номер 4. Большинство голосов набрал Мухаммед Ашов 7,212 голосов, что составляет 80,08% избирателей, а числа избирателей избирательного округа номер 4. Голоса избирателей распределились следующим образом. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 7532 голоса, что составляет 83,63% от числа избирателей Кашхабльского района. Политическая партия «ЛДПР» Либерально-демократическая партия России 482 голоса, что составляет 5,35% избирателей. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 580 голосов, что составляет 6,44% избирателей. Политическая партия «Справедливая Россия» 246 голосов, что составляет 2,73% избирателей от числа избирателей Кашхабльского района. По одномандатному избирательному округу номер 5 большинство голосов набрал Каплан Бурсов 6,383 голоса, что составляет 70,7% избирателей, а числа избирателей избирательного округа номер 5. По единому избирательному округу, расположенному на территории одномандатного избирательного округа номер 5, голоса избирателей распределились следующим образом. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 7 419 голосов, что составляет 82,11% от числа избирателей Кашхабльского района. Политическая партия ЛДПР, Либеральная демократическая партия России 603 голоса, что составляет 6,67% избирателей. Политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации 557 голосов, что составляет 6,16% избирателей. Политическая партия «Справедливая Россия» 358 голосов, что составляет 3,96% избирателей от числа избирателей Кашхабльского района. По выборам главы муниципального образования «Майское сельское поселение» большинство голосов набрал Андрей Дацко 477 голосов, что составляет 48,38% избирателей от общего числа избирателей муниципального образования «Майское сельское поселение». В этом году избиратели со стажем долгожителей по инициативе главы республики получили приятный подарок – термосы. Их вручили всем, кому исполнилось 90 и более лет. Таких в районе около 60 человек. Как правило, люди столь почтенного возраста не могли самостоятельно прийти к урнам, поэтому голосовали они на дому. Там же им были вручены подарки. Вот подарок, Олимповна. Это вам подарок от избирательной комиссии за ваше долгожительство, что вы голосуете. Здравствуйте, здоровья, дай вам долгих лет жизни, чтобы на следующих выборах точно так же мы к вам пришли, вы проголосовали. Спасибо, спасибо. Это вам подарок. Вам подарок. Мне 92 года. Я участвовала в многих выборах. Не только голосовала, но и участвовала. Но такой организации не было, как сделала сейчас центральная. Здоровья им, всем удачи им, семьям. И пусть они живут столько, сколько я, да еще столько. И еще хочется сказать спасибо тоже членам избирательной комиссии за теплые слова, за внимание.